Здарова! Вы смотрите канал ТОП-5 и шоу Десятка. Большинство людей думают, что зомби могут существовать только в фильмах ужасов, но это глубокое заблуждение. В животном мире уже миллионы лет одни организмы управляются знанием других. Вот о самых интересных из них я вам сейчас и расскажу. Поехали! Начнем с таксоплазмы. Обыкновенный паразит живучий в кошках, но в качестве промежуточных хозяев выступают различные виды животных, в том числе и люди. Таксоплазма меняет поведение крыс и мышей, делая так, чтобы кошачий запах их привлекал, вместо того, чтобы отпугивать. Бедное животное становится легкой добычей. Это выгодно для паразита, так как он будет в состоянии воспроизвестись, если его хозяина съест кошка. Инфекция отличается хирургической точностью, не затрагивая другие страхи крысы, включая боязнь открытого пространства и подозрительность к запаху незнакомой еды. Самое ужасное, что и на человека таксоплазма оказывает негативное влияние. Иногда этот паразит может стать причиной шизофрении, потому хватит целовать кошек. Есть одна разновидность энтопопатогенных грибов, которые заражают и изменяют поведение муравьев, чтобы гарантировать широкое распространение своих спор. Называется этот паразит кардицепс однобокий. Именно им вдохновлялись создатели популярной игры The Last of Us. Там мутировавший кардицепс поражает людей, превращая их в некое подобие зомби. В реальном же мире этот гриб попадает в тело муравья через дыхательное отверстие, где он начинает питаться мягкими тканями. Когда паразит готов выпустить споры, он заставляет насекомое подняться на вершину растения и укрепиться на стебле. Тогда гриб убивает несчастного и поедает его тело, благодаря чему прорастает из головы муравья, а затем выпускает споры. Существуют паразиты, предпочитающие жить в птицах, но чтобы добраться до них, они прибегают к невероятной уловке. Находясь в водоеме, паразит через жабры проникает в мозг корпозубых рыб. Там он берет контроль над их телом, заставляя жертву плавать на поверхности и привлекать птиц. Зараженная рыба в 30 раз более вероятно будет поймана пернатами. Как только жертва поглощена, паразит оказывается там, где хотел. Не менее ужасен так называемый волосатик, который развивается в теле сверчков, но для размножения ему нужна вода. Поэтому, сидя глубоко в голове насекомого, он заставляет его искать водоем, а потом совершить самоубийство, прыгнув в него. Существует так называемая изумрудная оса, превращающая тараканов в зомби. Когда самка осы готова отложить яйца, она нападает на несчастное насекомое и жалит его два раза. Первым она добивается уменьшения сопротивления, а второй угол приходится точно в мозг, в который оса вводит яд, блокирующий ключевые химические сигналы. Это заставляет жертву потерять чувство самосохранения, благодаря чему оса, будучи слишком маленькой, чтобы перенести таракана, ведет его как собаку на поводке в свое гнездо, где откладывает яйца в животе насекомого и запечатывает его внутри. В конечном итоге, вылупившаяся личинка в безопасности поедает плоть таракана, пока тот не погибает. Далее у нас идут наездники, а точнее некоторые виды из них. Это паразитические насекомые, найденные в Центральной и Северной Америке. Самка откладывает свои яйца в теле молодой гусеницы и после вылупления личинки питаются ее внутренностями. Потом они покидают тело, прикрепляются к листу и формируют кокон. Но одна или две личинки остаются позади, чтобы управлять гусеницей. Все еще живая, вместо того, чтобы продолжить свое существование, она остается на месте и выгибается дугой над коконом, охраняя его от хищников. Если кокон потревожить, гусеница начинает яростно метаться. Фактически зомби-гусеница остается живой на протяжении всей стадии окукливания наездников. Почти одновременно с выходом из кокона взрослых насекомых, хозяин погибает. Еще от наездников страдают некоторые виды паукообразных. Самка наездника парализует паука и откладывает яйцо в его брюшко. Вылупившаяся личинка питается кровью хозяина, пока тот еще пару недель, ничего не подозревая, продолжает жить обычной жизнью. Когда личинка готова окуклиться, она вводит химикат в паука, заставляя его построить сеть, дизайн которой отличается от любого другого, которую он когда-либо делал. После этого личинка наездника убивает и съедает паука, чтобы построить кокон на только что созданной паутине. Там личинка окукливается, затем взрослеет и спаривается, чтобы начать цикл заново. Существует паразит, яйца которого содержатся в помете птиц. Этот помет едят улитки, благодаря чему паразит оказывается внутри животного, где вырастает в большого зеленого червя. После чего заставляет улитку ползти на верхушку дерева, чтобы ее заметили птицы. Благодаря раскраске паразита, улитка становится похожа на червя, чем и привлекает пернатых. Когда птица съедает улитку, личинки червя вместе с пометом начинают искать новую любительницу экскрементов. Вирус под названием Иридовирус-6 передается половым путем только между определенными видами насекомых. Например, кузнечиков. Зараженная насекомая в конечном итоге погибает, но прежде чем умереть, у кузнечика изменяется мозговая активность и он страшно хочет спариваться, чем еще больше распространяет этот недуг. Есть такой моллюск, который превращает крабов и раков в зомби. Называется он Сакулина. Женская личинка прикрепляется к лишне краба, пробуривает ее и проникает в его внутренности. Дойдя до пищеварительного тракта, она начинает там развиваться. Из тела паразита растут корни, которые оплетают весь организм жертвы. Через некоторое время часть тела паразита, похожая на мешочек, выходит из краба. Когда Сакулина переходит к размножению, поведение хозяина резко меняется. Краб теряет способность линять и размножаться и начинает заботиться о яйцах паразита, как о своих собственных, тщательно ухаживая за ними. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите два предыдущих видео ТОП-5 стихийных бедствий и десятка невероятных природных аномалий. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok